Ваня 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 Уважаемые граждане, заранее открывайте сумки перед рамками. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще раз привет, ваш класс! Привет! Полиция по ближему тянет Время на рамки Поэтому люди медленно-медленно подходят Нас все больше и больше Но я думаю, что мы можем так начать, да? Начинаем? Да! Меня зовут Руслан Шелетин Сегодня я буду с вами Я работаю в фонде борьбоскоррупции Я ненавижу банки «Единая Россия» Я ненавижу за то, что они постоянно врут За то, что они нас постоянно воруют А еще ненавижу за то, что они считают нас Какими-то отгрозами Они считают нас людьми второго сорта Они говорят, вы не можете выбирать Мы можем выбирать? Да! Видимо, я не один считаю их Жуликами и ворами И не согласен с кемера Сегодня здесь полная площадь Здесь сегодня выступают люди Разных политических взглядов Так и стоят на площади Потому что эта власть сделала все Для того, чтобы мы с вами объединились «Единая Россия» настолько достала Что мы здесь сегодня вместе Да? Да! А скажите мне, пожалуйста Знаете ли вы фамилию господина Человека, который возглавляет московский избирком? Да! Он, наверное, сегодня на своей даче в Хорватии и не слышен Но его подчиненные, я уверен, они сейчас в Москве И у экранов смотрят этот митинг Поэтому давайте скажем Главное требование к этим людям Что нужно сделать с кандидатами Которых не допустили? Допускай! 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 Человек, который в своем районе уже 7 лет является муниципальным депутатом. Друзья, как я оказался здесь, на этой сцене сегодня, вместо того, чтобы заниматься своими районными делами, да, как муниципальный депутат. Я родился в Москве, в 10-м роддоме, который сейчас соберили его команду, пытаются закрыть и уволили больше ста врачей, которые подписывались за меня, которые пришли на этот митинг. Когда мне исполнилось 7 лет, я поступил в школу, пошел в английскую, специальную школу номер 26, с углубленным изучением английского языка. Потом эту школу поменяли и номер, и сейчас Собянин лишает ее языкового статуса. В 90-е годы, когда не было денег, были маленькие зарплаты учителям, была лучшая школа, которая сейчас, как нам говорят, как и Россия, стала 100 лет, ее уничтожают. У меня рядом с домом были два магазина, где я покупал молоко, хлебки, биржи. Потом в ночь с лидных ковшей по команде Собянина приехали бульдозеры и снесли эти магазины. И вот это вот правительство Москвы, вот этот вот Собянин, Бирюков, Ликсутов, Куснулин, они так у хольеры. Они просто пожирают наш город, и после них остается эта бездушная плитка, под которую нам их на самом деле по-хорошему надо положить. Собянина под плитку! Собянина под плитку! Собянина под плитку! Мы решили пойти мирным способом. Мы решили не класть его под плитку, мы решили выиграть у него выборы в Мосгордуму. Мы пошли на выборы. Мы сделали то, что казалось невозможным. Мы собрали 5 тысяч подписей, потому что минимум 5 тысяч человек в моем округе, я уверен, на самом деле гораздо больше, они хотят положить Собянина под плитку. И Бирюкова положить под плитку тоже хотят, да? И мы собрали эти подписи и принесли их в избирательную комиссию. И тогда это жулье и варье стало нарушать свои собственные законы. Они приняли законы, мы по этим законам собрали подписи, мы должны участвовать в выборах. Но они нарушают их. У меня когда была проверка подписей, она проходила, у нас есть такой документ, называется «Методические рекомендации Центральной избирательной комиссии по проверке подписей». Они были приняты в 2012 году еще при Чурове. И вот то, что происходит сейчас в комиссии, это тотальное нарушение Чуровских рекомендаций. То есть они даже Чуровские рекомендации уже не могут выполнять. Это просто абсолютное жулье, абсолютное варье, абсолютные преступники. Позоры! Мы стали выходить на улицу, каждый день мы выходили на трупную, мы пришли сюда. Тогда эти жулики стали и нас запугивать, стали приносить какие-то предостережения. Мне принесли предостережения, я порвал их чертовой матери. Я их не боюсь. Моим родителям, моим пожилым родителям в 7.40 утра пришли сотрудники полиции тоже приносить какие-то предостережения. Знаете, что сделала моя мама? Она пришла сегодня на этот митинг, потому что она не боится. Я не боюсь! Мы их не боимся. Мы будем выходить и дальше бороться за свои права, чего бы нам это ни стоило. Если они задержат меня, задержат духовных кандидатов. Вы придете, станете на мое место, потому что это митинг не за Юнкаушказа, не за Яшина, не за Галявина, не за других кандидатов. Это митинг за самоуважение, за достоинство. Мы трудились, мы собирали эти подписи и результаты нашей работы украли. Точно так же, как у нас крадут бизнесы, силовики отнимают фирмы. Точно так же, как у нас украли 5 лет. Пенсионного возраста повысили. Это митинг против воровства, против гнилого государства, который пытается опутать нас своими шупальцами. И не важно, кто будет стоять на этой сцене. Важно, что мы с вами солидарны. Мы будем вместе. Мы обязательно победим. Один за всех! И все за того! Один за всех! И все за того! Один за всех! И все за того! Мы вместе, мы победим! Спасибо, друзья! Ведь мы ничего не нарушаем. Мы хотим, чтобы закон работал для всех одинаково. Я хочу спросить. Кто-нибудь из вас ставил подписи кандидатов от партии «Коммунисты России»? Нет! Может быть, кто-то из вас ставил подписи кандидатов от партии «Зеленые»? Нет! Может быть, кто-то поддерживал самовыдвиженцев? Нет! Самовыдвиженцев от власти, я имею в виду. Нет! Так какого фига они зарегистрированы, а мы нет? Да! Позор! Позор! Нет! Есть очень важный момент. Впервые за много лет. Они превращают выборы в политическую конструкцию. С сегодняшнего дня компания в Московскую городскую думу не про лавочки и не про борьбу с жилищником. С сегодняшнего дня выборы в Московскую городскую думу про политику, про сменяемость власти и про честность. И мы победим! Это наш город! Это наш город! Это наш город! Спасибо большое! С сегодняшнего дня! И они в цели грабить оккупированный народ и удерживать власть любой ценой. А если вам не нравится, то вас бьют и бросают в тюрьму. Я вчера публиковал видео, может быть, и видели вы, и наверняка видели, что происходит в Подмосковье, в Ликино-Дулево. Видели, как там ломают руки люди? Да! Так в автозавр посадили маленькую девочку, семи лет. А эта девочка, мисс мамы своей, пришла защищать родину, пусть малую родину. Она пришла защищать ее от мусора и от мусорной мафии. И мусор ответил ей со всей жестокостью. Я рассказал эту историю, потому что хочу сказать главное, что все эти разжиревшие чайки, все эти захватившие власть паранойки-силовики, они уже не лезут ни в какие куртки и ни в какие рамки. И так будет, пока мы их не остановим. И я не хочу долго ждать, я не хочу ждать, пока мы все с вами будем похожи на фотографии с приложения FaceApp. Потому что они воруют не только наши деньги, не только выборы, а не крадут наше время, наше будущее. И 20 лет мы уже живем в оккупированной стране. И 20 лет мы почему-то позволяем терпеть все эти унижения, хотя нас десятки миллионов по всей стране, которые хотят перемены и которые хотят решать в собственном городе. И в заключение я обращаюсь к тех, кого здесь нет. Встаньте из триванов и идите. Идите на выборы, идите на площади, идите на улицу, потому что они уже идут за вами, чтобы построить вам свалку под окнами, чтобы отнять вашу квартиру, чтобы подбросить вам наркотики или просто убедить. Потому что они могут. Ваш диван – это ваш гроб. Встаньте и идите, докажите, что вы граждане, которым не нужны никакие рамки. Спасибо. Позор России! Мусора позор России! Мусора позор России! Мусора позор России! Мы должны прогнать фашистов! Не должно остаться уже давным-давно никаких иллюзий. Мы сражаемся со злом. Они довели страну до какой-то карикатурной ситуации, когда они воплощают собой смерть, а вы сражаетесь за жизнь. Это какие-то упыли, ходячие мертвецы и белые ходоки. Если не победим мертвецов, то никакой жизни у нас здесь не будет. Посмотрите на них, они реально воплощают с собой зло. Пока мы всем миром собираем на СНС-ками детям на лечение, они ездят по самым люксовым гостиницам мира за бюджетные деньги. Пока они получают зарплату официальную в госкорпорации за 2,5 миллиона рублей в день, мы до сих пор пытаемся снабдить всех инвалидов в 2019 году жильем или ветеранов жильем, которые до сих пор живут, в помощь с этим условием. Это справедливо? Нет! А ведь мы здесь за простой вещью. Мы здесь за справедливостью. Все комиссии, которые принимали решение на заведомо подложных документах, должны быть распущены. Все чиновники, которые принимали решение, которые были незаконными и которые нарушали наши права, должны пойти под суд. Под суд! Под суд! Еще одна важная вещь, друзья. Пока вы здесь борете за свои права, пока вы доказываете, что хотите жить по чести, они нам будут показывать по телевизору этого жалкого, выжившего из ума деда, который несет какую-то чушь про черли, которые вылезают из земли. Если откуда-то черви не вылезают, то только из его головы уже! Для него великая страна, это вкусные его подземлика и ягерный чемоданчик, которому он хочет угрожать всему миру, как обезьяна с гранатой. Для нас, для людей, которых я вижу перед собой, для трудных и честных и прекрасных людей. Великая страна, это страна, где прекрасная, лучшая в мире медицина, где лучшая наука, где лучшие рабочие места, где лучший уровень жизни. Так? Да! И поверьте мне, каждый раз, когда вы будете пытаться менять что-то к лучшему, каждый раз эта банда жулик и поваров будет вас обманывать. Они не будут давать вам этого делать. Так же, как сейчас, мы просто выходим за правду, а они закатывают нас в асфальт и месяц с дубинками. Это справедливо? Нет! И такое будет продолжаться, пока мы не дадим им отпор. Распространяйте сарафанное радио. Каждый день хотя бы одному человеку, который вне политики, рассказывайте, что на самом деле происходит. И даже если они говорят, что они и как знают, даже если они говорят, что все равно ничего не получится, убеждайте их, говорите, что пока мы сидим на диване, у нас реально ничего не получится. Нужно вставать с диванов. Обязательно. Обязательно запускайте сарафанное радио. И еще. Очень важная вещь. Вставай! 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 Друзья, только каждый, только своя ответственность, только когда мы каждый проявим ее, тогда мы сможем воплотить в жизнь то самое один за всех и все за одного! Один за всех и все за одного! Один за всех и все за одного! Я люблю вас. Спасибо большое. Россия будет свободной. Россия будет свободной. Я не знаю, что мэрия прикасовала два митинга. Ядро! 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 Один за всех segundosс! Я держу свое точное зрение. Может быть, мы ее разделим. Сегодня Единая Россия это уже, знаете, это даже не фейк, это не клоуната. Это политические речь. Это спид. Это ситилиз. По 45 округам Москвы ни один кандидат, ни один член Едино-России идет как единоросс. Все они слепливо прячут спортивные билеты в задние карманы и прикрываются за женскими спинами. Залегли благородных профессий. Врачи, учителя, педагоги, актеры, футболисты, кто угодно, хоккеисты. И мы прекрасно понимаем, что они жулики, они те самые люди, которые поддерживают все антисоциальные реформы. Они те самые люди, которые сегодня рейдерским путем захватываются в хоз имени Ленина. А не те самые люди, которые не пускают оппозицию до выборов. А не те самые люди, которые строят с юго-восточную хорду, с северо-восточную хорду, северо-западную хорду. Которые сносят гаражи, уничтожают зеленые насаждения. Которые решили поспоречить Стабурова, просто вскрыть ядерный могильник возле заводов БЭЛ. Мы этого не допустим. Согласны? Ура! Ура! Объединяемся! Победа будет за нами. Мы четко понимаем, что время всех этих жуликов и бандитов, которые говорят денег нет, вы там держитесь. А сами ежегодно, только официально, вывозят в офшоры 4,5-5 триллионов рублей. В бензине без дела лежат 12,5 триллионов рублей. В валютной резерве 500 миллиардов долларов. На эти деньги можно построить новую Россию. Современными школами, детскими садами, поликлиниками. Не с этими низческими позорными пенсиями в 11 тысяч рублей, а с нормальными пенсиями. С нормальными зарплатами врачей и учителей. Для этого мы должны с вами победить! Ура! Спасибо, ребята! Спасибо, ребята! Допускай! 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 У нас с вами не хватает любви. Да? Я хочу сказать, друзья, иногда кандидаты для того, чтобы отстоять свое право на участие в выборах, необходимо идти намного больше, чем можно. Я бы вошел на эту цену, коллегу по фонду борьбы с коррупцией. Передать ему. Кандидата. Депутаты от скобской городской думы. Любовь, Соболь! Допускай! Свою боль! Свою боль! Свою боль! Свою боль! Свою боль! Я очень рада здесь видеть вас всех. Я один из нас здесь сегодня на Митинге. Это мэр Собянин и ему, и Корпунову, и в жалкой пушке единорозов, которые сейчас не допускают независимых кандидатов на выборы. Я хочу сказать, что это наш город. Это наш город. Это наш город. Мы говорили, что у оппозиции 2% поддержки. Что у оппозиции нет позитивной повестки. Что мы не соберем подписи, что мы не сможем это сделать. Но мы смогли. И мы собрали. Мы сняли на полу, как всех кандидатов. Допускай! 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 Можно ли запретить любовь? Немч Up! Можно ли запретить любовь? Немч непрочая. Вас, что puede запить любовь? Можно ли в России запретить любовь? Немч! Немч в общем газifique работа. Время подал Sparkublik nonprofits запретить любовь! Нет! Мы собрались здесь ради любви и закона, а я придя сюда, честно говоря, чувствую еще и недоумение и ревность, реально, ревность, я переживаю, почему? Потому что раньше я был таким эксклюзивным парнем, меня не пускали, мои права вообще не принимаются, меня власть не видит, я для них официально никто, а потом в мэрские выборы на них не пустили Яшина Игуткова, я уже такой думаю, блин, дерьмо, Илья, не надо лезть ко мне на моби-едестал, я хочу быть таким эксклюзивным. А две недели назад они говорят, что, Навальный, еще 28 человек являются никем, не до человеки, их, блин, не признают графологи. Я совсем распереживался, но сейчас, сейчас уже нам официально сказали, что 5 тысяч человек за каждого из почти 30 кандидатов. 150 тысяч человек, они люди второго сорта, они никто, они не существуют, пун они, и мне становится уже честновато. Но я нахожу в этом большой плюс. Наконец-то мы вместе, наконец-то мы с вами совсем одной крови, мы для них люди не существующие. И сейчас мы должны сделать все, чтобы доказать обратное. Согласны? Я вижу здесь лозунг. Нет налогов без представительства. Это важная мысль, согласны? Когда мы платим налоги, мы существуем. Когда мы должны платить тарифы за СКХ, мы существуем. Когда нужно украсть наши пенсионные накопления, вот да. Мы существуем. Идите сюда, платите. Давайте, вносите в бюджет, из которого они будут покупать себе большие черные мерседесы. Но когда голосовать? Нет. Мы все никто. И раньше они игрались с какими-то единицами. Но сейчас они стали играться с сотнями тысяч людей. Мы покажем им, что это опасная игра? Мы покажем, что мы решительны? Две вещи, которые я хочу сказать. Для чего они не пустили кандидатов? Для того, чтобы протащить свою единую Россию. Чтобы все 45 мест были за единой Россией. И у меня, конечно, дежавю. Я в 2011 году кричал. Как называется эта партия? Которая хочет захватить сюда. Буньте мне, как называется эта партия? Партия жуликов и... Варёв! Партия жуликов и... Варёв! Партия жуликов и... Варёв! Я не хочу её видеть. Я не хочу, чтобы в городе, где самый низкий рейтинг у этих жуликов и воров, они забрали себе все места. Они же просто перефрансируют известную поговорку. Депутат может быть любым, при условии, что это депутат Единой России. Мы должны сломать эту схему. Они выставляют единороссов и каких-то своих подставных чуваков. Сами выборы, даже нечестные выборы, мы должны превратить в инструмент унижения Единой России. Сделаем так, что даже чёртов калькулятор станет депутатом на единороссах. Сделаем? Да! Умное голосование! Каждый из нас должен привести людей, чтобы они понимали, не получится так! Не буду пускать нормальных кандидатов. Будем избирать кого угодно, но не единороссов. Поддерживаете? Да! И сейчас, конечно же, у всех у вас мысль, а что дальше?